Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Озвучиваем занятие, которое я проводил в Потеряевке с 91-го года. Приблизьтесь ко мне, повелительное наклонение. Исайя, соберитесь и придите. Приблизьтесь все уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья, щародейки, семи прелюбодеи и блудницы. Яков, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сегодняшнее апостольское чтение как раз об этом и говорит, чтобы мы сносили немощи друг друга, наставляли друг друга. Мы сильные, даже сносить немощи бессильных и не себе угождать. Все Ветхозаветное Писание подводило человека к этой же мысли, чтобы мы едиными устами славили Бога. А это невозможно, если каждый будет сидеть в своем доме. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. И все, чего не попросите в молитве с верой, получите. И чего не попросим, получим от него, потому что соблюдаем заповеди его и делаем благоугодное перед ним. Господь постоянно напоминает об успехе молитвы, чтобы о том, согласились вопрошать, стучать к Богу двое или трое, а не один человек. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, я услышу вас, Иеремия. Это побуждение к общественной молитве. И это опровергает мнение еретиков, что вместе нельзя молиться, потому что тут молятся, видимо, и на показ. Сии поедающие домы, вдов, и на показ долго молящиеся, примут тягчайшие осуждения. Которые знают только одно это место, что нужно тайно молиться, и далее не желают ничего слышать. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Бог слышит тебя и наедине, и тогда, когда ты один, в горе находишься. А чтобы иметь полноту общения с Богом, все-таки необходимо собраться. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Упор сектанты делают на то, что кровь Христа омывает нас от всякого греха. Так и пишут на плакатах. Но нужно добавлять, что перед этим поставлены два условия. Ходить во свете, жить правильно и иметь общение друг с другом. То есть быть дружелюбным и молиться вместе. И все, что делаем в храме Божьем, когда поклоняемся, причащаемся, все это только попытки войти в то райское состояние, от которого не спал человек. Икона это еще не Бог, а только есть образ Божий. И церковь через это пытается нас как-то приблизить к небу. Святые, которые были в пустыне, ничего этого не имели. Адам не имел ни храма, ни жертвика, ни икон, ни крестика. У него был только один Бог. И в вечности ничего этого не будет. Ничего не будет, кроме Бога. Откровение. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Второе Петра. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели и счастливых человеков. Придет же день Господень как тать ночью. И тогда небеса шумом прейдут. Стихии же разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Мы делаем попытку, а удачна ли она будет или неудачна, это зависит от нас. Два человека идут, путь один и тот же. Их казнят вместе со Христом. И тут дороги их решительно расходятся. Один тверд в своих убеждениях, как был, так и умирает. И просит, чтобы считали его и после смерти коммунистом. А один из повешенных злодеев злословил и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойно и по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Вначале оба злословили. Матфея, та же и разбойники, распятая с ним, поносили его. Потом же один из них опомнился. И, может быть, слыша разговоры вокруг хулы и плащ, которые были там внизу у креста, он переменяет свое мнение и говорит, что их осудил закон справедливо. Первый шаг сделан – это осудить самого себя. С этого и нужно начинать приближаться к Богу. Осудить себя, а не искать тех, кто тебя поддержит в беззаконии. Это самое последнее, что делает дьявол. Он замыкает человека в самооправдании, помогая защищать свое «я». Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мною, отвергнись с себя и возьми крест свой и следуй за мною. И не говорите, меня так священник научает, вот так старцы в Загорске меня наставляют. Это совершенно никакого значения не имеет, если будет против Библии сказано ими. Смотри в Священное Писание. А эти слепые вожди давно уже сбили с истинного пути и ничего не знают. Вожди народа израильского сделали все возможное, чтобы Мессия пришел к ним, чтобы приняли его. Но когда пришел к евреям, они его напрочь отвергли. Пришел к своим, и свои его не приняли. Оказалось, что все их учение было ложно, что они образ Мессии таким вылепили в сознании народа, что настоящий образ совершенно не сходился с тем, что преподавали в их синагогах. Абсолютно ложная религия и ложные действия. Посылали своих знатоков, академистов, магистров узнать, похож ли этот чудотворец на Мессию. Но ответ был один. Этот человек враг истины. Тут иудеи обступили его и говорили ему. Долго ли тебе держать нас в неведумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Тогда некоторые из парисеев говорили. Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешней творить такие чудеса? И была между ними распоря. Это самые высшие юристы духовные. И когда они вернулись, то в их докладе не было ни одного пункта, по которому можно было бы потомкам засыпиться. Что хотя бы чуть-чуть похож был этот плотник из Назарета на Мессию. И решение было принято. Убить. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Они знали, как нужно поступать правильно. И главное, суббота. Субботу им нужно хранить. А этот не хранит, значит полностью противоречит образу Мессии. Блажен муж, который делает это. И сын человеческий, который крепко держится за этого. Который хранит субботу от осквернения. И оберегает душу свою, чтобы не делать никакого зла. Фарисеи увидев сказали ему. Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Или не считали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако они не виновны. Он же сказал им. Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? И сказал им, сын человеческий, есть господины субботы. Господь сказал ему в ответ. Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить? Противоречит своей жизнью тому, как нужно угождать Богу. Значит он враг Богу и богохульник. При всем некоторые из книжечков сказали сами в себе, он богохульствует. Матфея, тогда первосвященник разодрал одежду свою и сказал, он богохульствует. На что еще нам, свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Церковь призывает нас поклониться пока через образы, показывая, что так как есть образ, то значит он действительно воплотился. Что он был распят, искупление рода человеческого было совершено на Голгофе. Все иконы, где изображен Христос, коротко выражаются так по содержанию. Христос воплотился, принял плоть, был видимый, и поэтому его можно теперь изобразить. Не надо думать, что икона, как учит Павел Флоренский, это энергия и прочие мудрости. Первая она. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Все таинства, какие есть в алтаре, и мы принимаем все это надвое. И крещение надвое, и причастие. Даже причастие. Это единственное, где человек ощущает вхождение в себя Бога, даже физически. Тело и кровь, примите. И однако написано. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Потому что недостойно причащаются. Ибо кто если пьет недостойно, тот если пьет осуждение себе. Не рассуждая о теле Господнем. Оказывается, и это смертью грозит. Даже находиться рядом со Христом, как нераскаившийся разбойник. И это немало ему не помогло. И хотя Христос этому злодею ничего не отвечает, но ясно, что он осужден. Второй же признал, что правильную кару получил, и теперь может прийти и поклониться Богу. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда приидешь в царствие Твое, Господи. Хотя бы вспомяни, что жил такой человек безобразней, чем не почитал родителей. Ибо не родители же научили его разбойничать. Закон же касался и родителей, которые не воспитывали сына. Второзакон не скажет старейшинам города своего. Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло истреби себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Сейчас сын проматывает состояние родителей, все тащит из дома на наркотики. И никто не знает, что делать с этим злодеем. А по израильским законам все это решалось очень просто. Ибо за болезнь не считали его прихоти. В этот же день решили навсегда, и он уже не мерзит на глазах. Этот разбойник, может быть, убежал от родителей, и они не могли его найти. А вот теперь он найден, и теперь последние слова. Признание своей вины, признание святости Божией, что он ничего худого не сделал. Ты же, Господи, и свят, и все свят. Прости меня. Не просится в царство. Но помяни, чтобы не исчез из памяти, что коптил небо такой вурдалак и упырь. Помяни. Может, это даст мне облегчение. И кто-то там воздохнет обо мне злосчастном, что напрасно я жил, и чтобы не исчез навеки, не превратился в ничто. Для этого и мы приходим сюда, чтобы имя наше было помянуто перед Богом. Слово «придите» встречается и в книге Откровения. Когда у нас тревога на будущее, особенно за детей, за наше состояние, то внезапно звучит. И дух, и невеста говорят «приди», и, слышавши, да скажет «приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет в воду жизни даром. И я видел, что Агнес снял первые семи печатей. Я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом «иди и смотри». Слово «приди» в таком четком повелительном наклонении встречается в Библии всего только 53 раза. «Придите», «воспоем Господу», «воскликнем Богу твердыни спасения нашего». Тогда скажет царь тем, который по правой стороне его, «придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И когда мы приходим, чтобы посмотреть, что же впереди будет, то находим, сколько разных колдунов, предсказателей, и все у них не сбывается. И мы говорим «Господи, а что ты говоришь об этом, когда не сбывается их пророчество в Тарзаконе?» Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если пророк скажет моим именем, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово-то, но говорил сие пророк «поддержуйся своей, не бойся его». Везде проповедуется о свете и тьме, и нигде о серенькой мглы. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирается со мной, тот растащает. Иной может сказать «я не хочу ни из-за Бога, ни против Бога». Мне такие люди неоднократно говорили «кому какое дело?» «Бог дал свободу». «Что вам надо? Я сам по себе живу». «Не хочу в храм, попам не верю, а в душе я верю, знаю, что Бог есть, и бабушка у меня верила». Начинает перечислять заслуги свои, что дедушка был у него староста церковный. А по истине Христова везде есть грань, и при том грань непреодолимая. И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Бог не обещал, что если трудно будет, будут звери, коммунисты одолевать, или колорадские жуки из Кремля. И ты приди, отдохни тогда в раю. Грань дана щеткой в межа, столб межевой. И стоит в деревьях херувим с мечом, чтобы Адам не постигнул возвратиться самовольно в рай, но переносив все трудности, прославляя Бога. Изгнал Адама и поставил на востоке усада эдемского херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Адам глядеть боялся на сверкающий меч херувима. Был же Адам недалеко от рая, чтобы чаще вспоминать, что же он утерял. Так и наркоман, когда видишь, что другие дети живут нормально, и казнить себя, что я наделал, кому я теперь нужен, где моя юность, и все могло у меня быть по-другому. Этой гранью близости воспоминания Бог ставит человека в состояние признания своей вины. Сегодня обокрали церковь священники, ибо нет оглашенных, нет рождения свыше, рождения духовного. А так, рисуют детские картинки, мажут по стенам воображаемое царство на языкон, и народ блуждает в кромешной тьме. Оглашенные из идите, это исчезло. В храмах этого нет, а повторяются эти нужные слова все время. Господь же эту грань проводит трижды за литургией. На придите поклонимся, не придите, а из идите. А они же выходят на скамеечки, посидят. Другие молятся напряженно в храме в это время, а они разговаривают, сидят, прохлаждаются. Что вы делаете? Выйди и смотри на затворенные двери, и понимай, что это двери рая, и тебе входа нет. Рыдай о том, это райские двери, перед тобой закрылись, ищи общение с Богом, а не сиди. Не пустословь. Придите, поклонимся. Это звучит и звучит для тебя за дверями. На исповеди опять грань. Священник не допускает до причастия святых христовых тайн. Эпитимью длительно наложить может. Конечно же, священник иногда или даже часто ошибается. Он же и сам ходит на исповеди, и за себя первосвященник приносит жертву. Но все-таки ты под контролем. Ты не один, не полагайся на свой разум. Многих разум вел в заблуждение. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Постоянно приходится слышать. А мне кажется... В народе говорят, а если кажется, то крестись. Это очень хороший совет. Отгонять лукавого. Перекрести лоб свой и скажи, я верю Господи, что я очень слабое создание, но я так хочу приблизиться к тебе. Райская обитель утеряна. Наступила эра человеческого движения вперед. Путь возврата в рай. Ибо тогда слишком далеко был человек отброшен, далеко ушел блудный сын, в страну далекую. А куда же идет он? Почему-то кажется, что все время назад. Но когда считаешь притчу Христа, то там написано, что и пшеница вместе с плевелами зреет. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу женицам, соберите прежде плевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Праведность святых достигнет такой вершины, о которой святые говорят, что во времена Антихриста будет столь страшное мучение, такие искушения, что и нам бы не устоять. Так писал Ефрем Сирин. Даже свои силы они не переоценили. А когда считаем о великомученице Варваре и Екатерине, что они претерпели? Но и мы бы не устояли. Такое будет страшное обольщение. Как начало в этом деле, это и на н. Все подтягивается и подводит ближе. И не думайте, что это все безразлично нам. Но где можно упритесь, и не шагу за обольстителями. К Богу двигаться будем. Окажите сопротивление. Обличите беззаконие. Кончилась трудовая неделя. Придите, поклонимся Христу. И мы приходим поклониться Богу, как учит священное Писание. Нам не надо ничего другого, кроме того, что написано в Библии. Нам надо быть в Писании. Когда придешь из церкви, то первым делом поделись с домашними. Что ты слышал сегодня в храме? Говорит Иоанн Златоуст. Этот храм наш сегодня напоминает нам синагогу и школу. Если же нет проповеди, то это уже и не школа. Священник и алтарь – это уже храм. Сектанты этого не понимают, и свои дома, где собираются на молитву и пение, эти дома называют домом молитвы. Но дом молитвы – это храм, где жертвы приносятся. А это молитвенный дом, а не дом молитвы. Сегодня среди нас нет священника, и у нас здесь молитвенный дом. Литургия не служится. Но и сегодня мы можем приблизиться через чтение священного Писания. Дома еще все это пересчитайте. Когда собираемся, то мы видим, какие мы разные. Один учителен, другой поет, третий умеет собрать средства, а это знает, кому раздавать. В этом и есть. Прийдите, поклонимся. Узнаем, кто мы такие и в каком образе. Божий. И через это еще более познаем Бога. Узнаем, какой образ Божий. Какой же Он великий и добрый. Если такими дарами нас уже здесь наделил, Господь да научит нас это видеть и помогать ближним и к Нему больше приближаться. Аминь. Все, можно выключать уже. Там, направь на стенку, да и выключи. Все, можешь размонтировать, убрать.